Быстро рад. У нас даже не вот как-то выходило все так вот быстренько один собаку кормит один чайник ставит один там то все и вот мы не друг друга ни о чем не просили вот до того мы разные люди а мы знали что кому-то вы знали что приехали лопатка туалет выкопать надо да вот выезжайте зарыли все конечно и даже эти по дороге едем остановился пошел ходил там то есть у нас останавливаешься даже что поражает где останавливаешься до того загажено мы засранцы народ-то такой ой-ой-ой ворохи ворохи огромная а у нас пакеты мы вот ни одну бумажку не в окно никуда не выкинули пакет пакет его доехали до мусорки в мусорку и вот все время как-то так как у куда-то дал стоишь вот подъехали в вечером буквально собаку покормили сами здесь попили подъехали люди с новосибирска на автобусе выходят тут же курят плюют банки с пивом тут же кидают сможет сторону некрасиво и вот стоят все и ни один друг друга не одет горючина почем разная есть повыше чем здесь гораздо 34 рубля повыше 34 рубля до литра литр да а но низких цен нигде нет но везде но качество качество обратите плохое некоторый раз заправишься и машина не хочет ехать а почему такое качество бензина и потом для как-то какая-то лукойл так заправляют да нет там не лукойл там свои местные заправки были вот на севере вот лукойл газпрома ту хорошую и какая-то газ нефть этого ты не газпром на них хорошо хорошими вот там местного значения так было раза два три может быть заправка потом мы не стали на такие заправляться потому что сдали едем а где дорога вас оставали кто это нищие что не просили деньги было такое или подать еще что-нибудь вот я хочу признаться конечно братья меня отругали ведь что ты неправильно сделал мы были в монастыре и подошел мужчина ко мне но он подошел и говорит сразу вот так он уехать не может но он подошел а он видно что мне не на вокзале это монастыре и он подошел говорит я не хочу больше сидеть тюрьме он с этих слов начал я так удивился могу знаешь я уверовал говорит вот и рассказывает мне не надо уехать но вижу что вот я предчувствую что он не обманут меня его мы уехать он не может да нет он никуда не не уехать ничего не говорит он готовит мне не нужна помощь я бы что такое но бы я говорю подожди сейчас братья под придут и я посоветуюсь а ему надо было рубашку штаны ну там кроссовки такие страшные и 4800 на билет ничего себе и он говорит то я знаю вас православных развернулся и пошел я думаю опять пойдет тюрьму я вот так могу стой я бы сколько тебе надо 10 тысяч 10 тысяч и дал да еще с тобой не знаю но вот я как-то поверил и брать на ничего не это тогда разве это можно догнать дать и действительно братья тебе это делали значит накажи себя знаю я со своих денег неважно сам себя накажи за это я уже наказал незнаемый человек 10 тысяч это понимаешь это я должен 2 2 месяца не пить не есть отдать пенсию не знаю мы и и они как правило почти почти 100 процентов обманщики он может работать пойти где он не будет и он отошел и только скажу лох нашелся бородатый он тебя же обругает и высмеет если ты ему дал незаконно у меня почитаю милостыни мартеал кристину православию книга о милостыни в эту же минуту деньги окажется у сатаны в руке а так говорят они бог определит это обман такого нет если он нуждается нуждается дай ему хлеба а дай ему сухарей ему это не надо а 10 тысяч это вообще не прав не прав на 10 тысяч раз и я потом уже говорю простите ему зачем если даже ему по копейке дают ему это хватит за один день на месяц прожить а ему это не надо мы работали уборщиками дворниками в церкви при соборе и там хлеб проспору в туалете все вылавливали им подают они все выбрасывают деньги 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 она тебе 10 тысяч отпалил еще себе незнакомый человеку не не верующему да вот именно что верующий а верующего верующий не будет просить запомни верующий не будет просить лучше умереть а вот а вот послушайте дальше он за он записал ваш номер телефона еще что еще у меня 10 тысяч бы нет и я говорю если у тебя будет возможность отправишь туда он говорит я обязательно отдам ничего не отдаст никогда не отдаст но поживем увидим может живем и видим так это вот только был недавно недавно было ну ладно увидишь а я не верю даже на миллионную долю процента не верю это обманщики обманщики загипнотизировал тебя не творил молитву только один ответ кстати стоял молился как раз брат пошел в монастырь а зачем валили в магазине мой молился бы зачем с ним разговаривать осмотрит это сорвался зачем я помолился повинулся пошел и он идет и он с ведром идет тебя решил господь испытатель как ты бы ему ответил трудящийся достоин пропитания да и сколько ему лет почему не работаешь первый вопрос почему не работаешь почему он работает мы работаем чей на хлеб тебя хватит как бы мало денег не давали на вид ему где-то ему уехать надо он не может уехать вы через пять лет придете он все еще не уехал 42 года где-то 44 ну вот он собирает на деньги уже 44 года он уехать не может надо ко мне на еще один приехал такой тоже деньги ему надо ни копейки накормил его картошкой и все отправил я в ролике видел все в весь прокуренный сидит и это посмотри на него пропитый прокуренный проблуженный в дребезги и десять тысяч как упало до более дурных людей не чем православном между собой сидит и рассуждает ой-ой-ой но этот не прокурен от этого даже куриум не пахло она не знает что говорить они специалисты что выжать из себя у меня один подошел мне деньги нужны вот они на хлеб есть и агроты не будешь тратить куда-то нет но на хлеб сколько требуется там 2 рубля я дал ему и пошел весь следом за ним а он зашел в магазин сразу винный отдел и продавцу подает а я руку протянул прям тут же продавца то с этой сказки то взял как возрелся он я деньги положил и пошел он стоит хлопает я тоже деньги забрал у него он не ожидал даже ни разу не обернулся шел и все обман всегда обман тем более ты в пути у тебя каждая копейка дорогая каждая и я бы в пути еще и кому-то давал до такими деньгами это все в уме или нет это тебя подкусил сатана не верь никогда тем более ты в пути ты такой грусть везешь и тебе нельзя никого попутчиков брать останавливать брали никого ничего не сладо это разберешься сам ну неправильно такие деньги тем более мы страшно бедные вот беднее некуда если я где-то что-то имею то все это не моё это мне бог дал я ими должна распорядиться только по назначению у меня братья дорогой рыбу покупали а я не ел я с сухарями водой помочу и отойду почему мне надо доехать до дому каждая копейка уже 10 тысяч говорить не надо 10 тысяч я могу ехать не один день понятно ну ладно это такой такой момент собака это дружи были очень и растали нас принял и расставались мы слезы он и он сразу вот он сразу видит своих и чужих до сразу реагирует ну теперь что теперь у вас поприще такое должно быть молиться чтобы все посеяно возросло дало плод мы где где бы не оставляли мы сразу выходили молились садились машину ехали дальше опять молились ну и мы еще вот всегда ощущали вот и никогда так не ощущал как за нас может еще такого не еще я вот настолько видит чувствовал фирме фибрами своего организма как за нас люди там улице очень и очень многие молились и и вы проехали ни разу не прокололи ни одного колеса так все